И экран, демонстрация экрана. Экран виден, коллеги? Дима. Да, все видно. Да, виден. Замечательно. Так, ну что, мы с вами посмотрели, ну или давайте с самого начала. Я пытаюсь вам рассказать на уровне информационном, что делает мозг человека с специфической информацией, поступающей к нему от органов чувств, и как он формирует управляющие моторикой последовательности. А для этого я вам рассказал немножко про биологию трех основных органов мозга человека, ответственных за обработку этой самой специфической информации. Это кора полушарий, колонки коры полушарий, ламели гиппокампа и таламус, как некая управляющая энергетическая структура. Чтобы понимать дальнейшие рассуждения, я вам также рассказал про физиологию нейрона. В отличие от моделей, достаточно простых, в общем-то, моделей даже в импульсных сетях, искусственных нейронных сетях, я рассказал про процессы, которые протекают в мембране нейрона, базируясь в основном на мембранной теории проводимости, которая сейчас считается единственной по существу более-менее разработанной теорией проводимости, и потому другие я вам даже и в двух словах не пересказывал, их там не так много. Хотя, по-моему, говорил чего-то про микротрубочки, заполненные раствором, которые представляют собой память. Изменение состава сложного гидрата воды с растворенными в ней солями под воздействием внешних условий может считаться механизмом памяти. Вот. И на последнем занятии мы с вами рассматривали отличия электрокомпактных и электронекомпактных нейронов, которые позволяют, моделируя их, различать два класса искусственных, ну, два класса моделей нейронов. Это нейроны с пространственной суммацией и нейроны с временной суммацией. Повторюсь, скажу, что большая часть нейросетевых парадигм в настоящий момент манипулирует моделями нейронов с пространственной суммацией. А мы рассматриваем как раз другой класс искусственных нейронных сетей на основе нейронов с временной суммацией. Ну, и я на прошлой лекции показал вам, как нейроны с временной суммацией реагируют на входные последовательности. Собственно, вот эта временная суммация является по существу основой для реализации структурного подхода к анализу этой самой специфической информации. Поскольку множество таких нейронов отображает, ну, моделирует многомерное сигнальное пространство, куда отображает входную последовательность, кодовую входную последовательность от сенсоров в виде траектории. А там вступает в действие свойство ассоциативности, и повторение этой траектории приводит к тому, повторение во входной последовательности каких-то уровнеобразующих элементов языка, составляющего эту последовательность, формирующего эту последовательность, в рамках которого сформирована эта последовательность. Приводит к повторению, к зацикливанию траектории. Таким образом, использование пластичности нейрона позволяет выявить вот эти повторяющиеся фрагменты как элементы уровней языка. Или, если речь идет об обработке текстов естественного языка и квази-языков, если речь идет о других модальностях, например, зрительный видеоряд формирует текст. Видеоряд является текстом, квази-текстом, квази-языка, потому что в нем есть тоже повторы элементов разных уровней. Ну и сегодня мы поговорим о формализме структурного подхода, который лежит в основе существу, формирования модели мира человека. Ну и мы с вами говорили о том, что структурный подход это подход, который манипулирует структурой. Мы говорили о том, что структура это элементы и их связи, и поскольку особенности кодирования приводят к многоуровневости структуры, элементы этой структуры оказываются стратифицированными на разные уровни. Если говорить о естественном языке, то эти уровни внизу это самые простые, например, символы алфавита. На самом деле еще более мелкие могут быть, если речь идет о письменном тексте, то это элементы шрифта, из которых эти символы алфавита состоят. Но это не играет роли. Вот эта иерархия, она строится в зависимости от постановки задачи. Но вот верхний уровень, что очень важно, он, ну, возможно, он тоже не является, так скажем, предельным, верхним в смысле потолка. Но если мы говорим о естественном языке, то верхний уровень удобно представить себе уровнем попарной сочетаемости слов, точнее корневых основ. Что позволяет говорить о семантике языка, о тех ограничениях на сочетаемость, а семантика это сочетаемость по существу. Это возможности манипулировать комбинациями элементов, комбинациями слов, комбинациями корневых основ, слов, которые, комбинации, отражают сочетаемость объектов и событий внешнего, ну, внешнего и интероцептивного мира человека, мира, в котором мы живем. И это действительно семантика. И таким образом структурный подход заключается в выявлении перечня элементов, и если иметь в виду многоуровневость структуры языка и квазиязыков, то перечня элементов разных уровней и их связей, а учитывая наличие разных уровней, еще и правил, которые связывают эти уровни и позволяют манипулировать этими элементами внутри уровней. Ну вот, об этой самой структурной обработке мы с вами и поговорим. Мы поговорим о самом базовом механизме, который заключается, чуть раньше я говорил об этом, в преобразовании последовательности, кодовой последовательности в многомерное пространство, где повторы элементов кодовой последовательности приводят к циклам траектории в этом многомерном пространстве, и таким образом способствуют выявлению этих самых повторов, то есть этих самых элементов. В основе механизма этой структурной обработки лежит нейроподобный элемент с ременной суммацией. Мы достаточно подробно с вами рассмотрели, как он реагирует на входную информацию. Почему именно адрес элемента, адрес, напомню, это соответствие комбинации возбуждающих и тормозных беленьких и возбуждающих тормозных черненьких синапсов, представленных в виде единиц и нулей. Этот адрес, соответствующий вот этой комбинации возбуждающих и тормозных синапсов, таким образом является неким ключом, который позволяет возбуждать этот конкретный нейрон в множестве других таких нейронов. Помните, да, вот в множестве таких нейронов с адресами от нулевого до единичного, от всех нулей до всех единиц, входной кодовой последовательностью. Таким образом, что как только за интактов приходит фрагмент кодовой последовательности с адресом, соответствующим адресу этого нейрона, нейрон возбуждается. Ну и если помните, мы говорили о том, что в случае зашумления входной последовательности, в случае замен там нулей на единицы и наоборот, вот прямое соответствие адресу нейрона выявить во входной последовательности сложно. И поэтому происходит еще и управление этим элементом, то есть понижение в некоторых случаях порога чувствительности нейрона, который приводит к тому, что нейрон срабатывает на свой адрес, несмотря на зашумление его, этого адреса, выходной последовательности. Ну вот, так как-то выглядит, так скажем, физика, процесса. Вот это все понятно, коллеги, мы говорили и в прошлый раз об этом, и сначала я сегодня что-то тоже на эту тему начал говорить. Вот здесь требуются дополнительные разъяснения, или понятно, как осуществляется преобразование входной последовательности в многомерное пространство в виде траектории, и что происходит с ней вследствие пластичности нейронов и повторений уровнеобразующих элементов во входном тексте. Ну, кто-нибудь, кто следит за логикой, скажите, да или нет? Понятно. Понятно, в принципе, очень хорошо. Ну и тогда вот, если можно проиллюстрировать, может быть, этот пассаж не очень подходящим к случаю материалам, но очень наглядным. Значит, есть так называемые скрытые маркерские модели, которые используются для моделирования цепочек последовательностей, осмысленных последовательностей, небессмысленных последовательностей, в том числе текстов в распознавании речи, где вот чуть-чуть формалистики. С1 и С5 это состояние артикуляторных органов или состояние управляющих там колонок коры, которые этими артикуляторными органами управляют. С1, С1, С2, С3. С1 и С5 это два фиктивных состояния, которые нужны для того, чтобы связывать такие цепочки вместе друг с другом. Но С2, С3, С4 это реальные состояния артикуляторных органов при произнесении. А вот Y1, Y2, Y5 это то, что слышит человек, когда произносится там конкретный звук. И здесь можно увидеть, С3 это стационарное состояние, С2 и С4 это переходные состояния от предыдущей и к последующим фонемам. Вот если рассматривать так отдельный звук речи, тогда слова можно представить вот таким вот образом. Значит как отдельные звуки речи, произносимые друг за другом. Вот вам иллюстрация той самой входной кодовой последовательности, а слова объединяются некоторым образом в конкретной фразе. Для русского языка последовательность слов не играет, ну играет роль, но может меняться. Поэтому вот как-то так можно представить себе фразу. А фразы объединяются друг с другом и в результате конкретные траектории соответствуют конкретным фразам. Вот как я все сказал. А теперь давайте посмотрим на формалистику этого процесса, структурного подхода к анализу этой самой специфической информации. На примере. Все время мы будем в качестве примера использовать язык, естественный язык. Мы его интуитивно понимаем, потому что интуитивно им пользуемся. То есть не надо быть лингвистом, чтобы понимать, что слова состоят из морфем. Морфемы состоят из, там, в письменной речи, из символов алфавита, а слова объединяются в синтаксические группы. Ну и вы можете не знать названий, но понимаете это вполне. Ну и давайте попробуем формализовать вот эту процедуру, о которой я только что пытался вам говорить. Преобразование в многомерное пространство. Посредством множества нейронов, которые моделируют точки этого пространства. В том случае, который мы рассматриваем, мы рассматриваем бинарный случай, то есть входная последовательность это последовательность бинарных кодов, то есть повторяющихся нулей и единиц в некоторой последовательности. Вот эти точки многомерного пространства сводятся к гиперкубу, к единичному гиперкубу, то есть вершины этого пространства не так. Точки траектории это вершины, это точки многомерного пространства с адресами, состоящими из единицы нулей, то есть это вершины н-мерного единичного гиперкуба. В конкретном случае, в самом простом, это трехмерный куб, n равно 3, вот этот фрагмент входной последовательности отображается в этот куб в виде последующей последовательности точек траектории 0-0-0, 0-0-1, 0-1-0, 1-0-1, 0-1, ну и так далее. Занудное перечисление. Четырехмерное пространство можно представить на картинке, пятимерное уже нельзя, поэтому мы с вами рассматриваем трехмерный гиперкуб. Хотя понимаем, что размерность пространства, во-первых, может быть любой, а во-вторых, от размерности пространства зависит объем памяти, который этой гиперколонкой представлен. Каждый нейрон это некий адрес, это некий фрагмент входной последовательности, и пластичность его это память нейрона, а все они в совокупности это память колонки, гиперколонки, которая хранит эту траекторию. Эти траектории, эти, если они там выделяются, фрагменты траектории, представленные в виде слов словаря. Вот в этих терминах мы сейчас с вами и побеседуем. Сначала рассмотрим, что такое входная последовательность формальная, и что такое траектория формальная. Вот нижние две записи, две формулы, это, собственно, А, это входная последовательность, она может быть какой угодно длины, вот здесь она взята бесконечной, то есть начинается не весь где, и кончается тоже неизвестно где. Эта последовательность состоит из тех самых фрагментов, из тех самых нулей и единиц, вот эти А маленькое, это нули или единицы, это символы входной последовательности. В моменты времени, время тактирует, тактированное, в данном случае минус один, ноль, один и так далее, и, и это момент времени какой-то, это входная последовательность. Траектория А с крышкой — это последовательность точек вершиномерного единичного гиперкуба. А точка многомерного пространства имеет координаты из n символов. Поэтому во входной последовательности мы берем фрагменты длины n и со сдвигом на один символ за один такт времени. Мы эти фрагменты используем как адреса точек многомерного пространства. Вот один фрагмент длины n, вот еще один фрагмент со сдвигом на один символ. Здесь мы заканчиваем в минус второй момент времени, здесь в минус первый момент времени, здесь в нулевой, в первый, второй и тысяч моменты времени. То есть это та же самая входная последовательность, но разбитая на н членные фрагменты и каждый фрагмент сдвинут относительно другого на один такт времени, на один символ. И тогда эти n элементов фрагмента можно представить как а маленькая с крышкой, это вершина н-мерного единичного диперкуба. В минус второй момент времени, в минус первый момент времени, в нулевой, первый, второй и ты моменты времени. Это траектория в многомерном пространстве. А теперь поговорим про формалистику. Мы имеем входную последовательность А большое, вот она вверху, да? Которая преобразуется, коллеги, все видно на экране? Формула хорошо видна? Да, да. Отлично. Она преобразовывается отображением или преобразованием, просто преобразовывается отображением или отображается преобразованием, чтобы не было масла масляного, да? Это или отображение, или преобразование, это синонимы. Итак, последовательность А преобразовывается отображением Ф в многомерное пространство РН. Вот квадратик, это многомерное пространство. Это синоним вот этого трехмерного куба. Куба или н-мерного единичного гиперкуба в данном случае. На самом деле, надо было бы, вот так как здесь показано, что траектория принадлежит РН, точно так же можно было бы показать, что... Но здесь, правда, значок включения должен был бы быть, да? Да, то есть РН значительно больше, чем этот н-мерный единичный гиперкуб, но тем не менее, вот можно считать, что это все многомерное пространство. А в нем формируется вот эта самая траектория А с крышкой, которая нижней формулой представлена. Все абсолютно просто. Ну, если честно, конечно, все зависит от того, в какой предметной области вы подвязаетесь. И еще, какой тип мышления вам свойственен. Одни лучше так воспринимают, другие лучше так воспринимают. Вот характерный пример. Я не был никогда... Ну, был один раз в Китае. На самом деле, я редко общался с китайцами. Но один мой знакомый очень много проводил там времени, и общение у них было очень плотное. И вот он говорил мне, как только я начинаю... Пока рассказываю, все понятно, все радуются. Как только я начинаю писать формулы, все, хана. Народ гаснет. То есть все зависит еще и от стиля мышления. Поэтому с одной стороны, вот вроде бы все совершенно понятно. Но я надеюсь, что я, логично излагая, постараюсь донести, по крайней мере, содержание. А форма, ну, какая есть, такая и есть. Итак, значит, перейдем от картинки к формуле. Вот здесь слева вверху написана формула того же самого процесса. Значит, мы имеем входную последовательность А большое, в скобочках, да? Символа, которая отображается этим самым преобразованием F в траекторию А с крышкой. И вроде бы больше ничего. Траектория А с крышкой принадлежит... Это не включена, а именно принадлежит вот этому самому многомерному пространству Rn. Вот этот символ означает принадлежать. Ну, и можно было бы на этом и остановиться, но есть один интересный момент. Вот это преобразование F, оно несимметрично в обе стороны, грубо говоря. Вот я хоть и заканчивал Мехмат, у меня второе образование, я закончил инженерный поток Мехмата по специальности математика. Но я не математик, по сути. Вот я как был инженером, так и остался. Вот, поэтому терминологии математической пользуюсь с трудом. Формулы пишу тоже с трудом. Но объяснить с помощью формул содержания могу вполне. Так вот, это преобразование, оно здесь работает в одну сторону. Но оно может работать и в обратную сторону. Вот траектории А с крышкой мы можем с помощью обратного преобразования F-1 вернуться назад к последовательности А. Вот. Но не всюду. Вот я об этом заговорил только потому, что вот это преобразование F-1, оно существует не во всех точках траектории. Поэтому здесь применен квантовое существование, Е перевернутое, которое утверждает, что существует А. А, то есть некоторая последовательность элементов А маленькая, как она здесь определена А. Если попытаться обратным F преобразованием F-1, преобразовать траекторию А с крышкой назад из многомерного пространства в линейную последовательность, в одномерное представление, почему это преобразование не всюду существует. А потому что, идя по траектории, мы попадаем в точке, вот здесь, например, где траектория ветвится. Она может прийти сюда, а может прийти сюда. И в этой точке мы однозначно не можем сказать, а во что превратится траектория, если она будет преобразована назад в исходную последовательность. Вот, собственно, теперь я сказал всё. Могу заметить, что в этих точках вот это преобразование F-1 должно быть доопределено. Что это значит? Это значит, что должна быть дополнительная информация, которая говорит в этой точке, а куда, собственно, надо переходить, чтобы получить исходную последовательность. И дальше будет видно, что в этих точках входная информация с сенсоров или с верхних уровней представления, о них мы поговорим чуть позже, и будет такой доопределяющей информацией. То есть, в контексте вы точно знаете, куда переходить в этом конкретном случае. Вы никогда не перепутаете в предложении два похожих слова, отличающихся там, ну, несколькими символами, одним или несколькими символами. Потому что в контексте вы точно знаете, куда надо переходить. Вот, в этом смысле, это обратное преобразование F-1 может быть доопределено в этих точках неопределенности. Значит, мы очень детально с вами посмотрели на вот это вот самое ассоциативное преобразование. А теперь посмотрим, как его можно использовать для выявления структуры и связности входных последовательностей. Ну, то есть, по существу, поскольку язык представлен в текстах, то это значит, по существу, структуры языка. Первый шаг. Мы должны понять, как с помощью этого ассоциативного преобразования мы можем сформировать словарь в этом многомерном пространстве. Начнем мы с конца. Представим себе, что такой словарь уже существует, а когда текст произносится, то словарь-то уже действительно существует. Словарь языка существует столько, сколько существует язык. Он, конечно, меняется, но тем не менее. Вот представьте себе, что вот эта входная последовательность А большая, маркер виден, да, то есть, куда я тыкаю пальцем, понятно, куда я показываю указкой. Да, виден. Виден, да? Значит, представьте себе, что входная последовательность А состоит из трех слов. В-1, В-2, В-3 из четырех слов. И еще одного повторенного слова В-2. То есть, вот такое простое предложение из четырех слов, где одно слово повторяется дважды. Это какое-то случайное, не знаю, сочетание слов. Хотя, может быть, можно найти предложение ему соответствующее, там, нормального русского, допустим, языка. Я не пытался этого делать, мне это нужно просто для демонстрации принципа. Слово В-2. Это последовательность из маленьких А. То есть, из нулей и единиц. Значок звездочка означает конкатенацию. То есть, присоединение в хвост. Мы имеем за первым словом второе, за вторым третье, за третьим второе. И рассмотрим траекторию в многомерном пространстве, условно нарисованной вот таким вот образом. Которое означает буквально следующее. Первое слово отображается в фрагмент траектории В-1 с крышкой. Второе слово отображается в фрагмент траектории В-2 с крышкой. Третье слово отображается в фрагмент траектории В-3 с крышкой. А затем второе слово отображается снова в фрагмент траектории В-2 с крышкой. Значит, здесь есть фрагментики, которых нет в исходном слове, в исходном предложении, в исходной последовательности А. На самом деле они есть, просто о них не упомянуто. Что эти фрагментики из себя представляют? Вот эти слова В-1, В-2, это какие-то последовательности из нулей единиц. Вот взяли какую-то последовательность, а потом взяли какую-то другую последовательность. Ну что интересно, если мы взяли один фрагмент и к нему пристыковали другой фрагмент, один фрагмент, одно слово и к нему пристыковали другое слово, то траектории, которые соответствуют этим словам, они не стыкуются напрямую. Они стыкуются через, ну, не меньше чем, не больше чем n-1 переходных вершин. Почему? Вот смотрите, опять же, на этот пример. Допустим, вы взяли одно слово из четырех символов 1, 0, 1, 1 и второе слово из четырех символов 0, 0, 1, 0. Но это не значит, что из точки 0, 1, 1, 0, 1 вы прямо перейдете в точку 0, 0, 1, 0, 1. Вы туда можете перейти, вот 0, 1, 1, вы туда можете перейти, ну, вот смотрите, как вы туда можете, 0, 1, 1, это последняя точка фрагмента траектории, соответствующего первому слову. Дальше будет, по крайней мере, точка 1, 1, 0, потом 1, 0, 0 и только потом 0, 0, 1. Вот эти две переходные точки, вот мы были в 0, 1, 1, потом 1, 1, 0, потом 1, 0, 0 и только потом 0, 0, 1. Вот эти вот фрагментики длины не больше, чем n, чем n-1. Вот эти фрагментики, они в траекториях всюду существуют, стыкуя траектории, соответствующие словам. Ну, квазисловам, которые мы вот здесь использовали. Вот эти, вот это от 0, 0, 0, вот опять же, если посмотреть, были мы в 0, 0, 0, потом добавилась единичка, мы перешли в 0, 0, 1, То есть мы не в 1, 0, 1 сразу попали, не вот сюда, нет, где это, не сюда, а мы сначала перешли сюда, потом сюда и только потом сюда. Вот он, вот этот переходный участочек, вот он, от 0 до первой точки фрагмента, соответствующего первому слову B1 с крышкой. Ф1 это фрагмент, соответствующий переходу между последней точкой B1 и первой точкой B2. Ну и так далее. Ну и здесь есть ошибка, которую вы должны были заметить. А поскольку вы не заметили, я считаю, что вы невнимательны. Значит, мы, когда из слова B2 в конце выходим, то мы выходим не вот здесь, вот эта вот финальная точка, да, финальная точка траектории, а выходим вот здесь. То есть в этом месте мы имеем вот точку выхода. Вот это Fc. Почему C, не знаю. Нулевое понятное, тут Е, ЕНГ надо было бы написать, да, F, Е. Вот она должна быть вот здесь. Ну хорошо. Значит, мы много рассуждали. А теперь поговорим формально о том, как описывается формирование словаря. Значит, опять же, справа у нас есть многомерное пространство РН, преобразование F, входная последовательность А или их множество. Почему множество? Потому что мы говорим о формировании какого-то устоявшегося словаря. То есть мы должны взять, ну, более-менее представительное множество, статистически значимое множество этих самых слов на этом уровне этого словаря. А значит, последовательности должно быть много. Но это на ваше усмотрение. Здесь можно взять одну длинную А или много коротких. Итак, множество входных последовательностей А, большое в фигурных скобках, что означает множество, преобразуется отображением F в многомерное пространство РН, формируя словарь B с крышкой. В фигурных скобках, означающий много, B с крышкой. Один, два, много. Ну и более-менее формальное описание этого процесса, вот здесь слева вверху, это самое множество входных последовательностей А, преобразованное отображением F в многомерное пространство РН. И запомненное там в виде последовательности точек. М означает операцию запоминания, память, мемори. А потом, когда эта траектория уже сформирована с учетом повторов, да, где-то она утолщается, утолщается. А потом мы считываем M-1 операция воспроизведения, мы считываем эти точки траектории, точнее их значение, их счетчиков, сколько раз через них прошла информация. А дальше пороговым преобразованием отсекаем все точки, где число прохождения было невелико, то есть где считаем, что это был шум информационный. И тогда оставшиеся толстые фрагменты траекторий, B с крышкой, и их будет один-два много, ну, сколько-то, да, и составят этот самый словарь B с крышкой. Ну вот, и здесь все тоже более или менее понятно. Или не очень, коллеги. Пожалуйста, откликнитесь. Не хотите, да? Более или менее понятно, да. Я уже хотел сказать, что злые вы, но не буду. Ладно. Поговорим. Это мы таким образом выявили состав слов словаря конкретного какого-то уровня. Меняя размерность пространства, мы можем манипулировать размерами слов словаря. И таким образом выявлять те или другие уровнеобразующие элементы того или другого уровня. Если, ну вот, да. Значит, мы поговорили о том, как происходит формирование этого перечня или возможных перечней таких элементов на разных уровнях. А теперь поговорим о том, как этот инструмент можно использовать для того, чтобы выявлять связи этих слов с формированного словаря. Мне принесли кофе, и я прихлёбываю. Редкая ситуация, когда я могу пить кофе во время лекции. Вспоминаю, народ достаточно всюду, даже в лингвистическом университете, где они такие, в общем-то, аристократы духа. Народ сильно упростился, приходят на лекции с кофе, прихлёбывают, слушают меня, у меня слюнки текут. Я думаю, гады. И вот, наконец, я могу себе позволить пить кофе, курить сигару, макать кончик сигары в кофе и запивать холодной водой. То есть, просто супер. А вы мне завидуете. Или не завидуете. Сами сидите, курите сигару ногу на ногу. Коллеги, я надеюсь, все более-менее приличных условиях. Вчера я вот читал лекцию, общаюсь с девочкой, она говорит, вы знаете, я в автобусе еду, мне неудобно разговаривать. Вот так вот сейчас лекции слушают. Я надеюсь, что вы в более подходящих условиях, чем это вчерашнее. Не буду называть её именем. Ну кто кофе ещё пьёт, скажите, за компанию с кем я? Ну что, никто не пьёт кофе? Я уже выпил. Вот правильно. Всё уже выпил. Ну хорошо. То есть, вы меня не порицаете. Ладно, поговорим. Что-что? Да с чего бы порицать. Ну как? Ну так, красиво жить не запретишь, да? Ладно, поговорим о том, как связи между этими словами во входных последовательности, тем не менее, можно извлечь. Собственно, это и есть структура, собственно, элементы и связи между ними. Другое дело, что можно представлять это, как это в мозге и делается, декларативно, то есть перечнем. А можно в виде правил, процедурно. Как это делается в современных интеллектуальных системах. Чем они хуже, чем мозг в этом смысле. Итак, мы поговорим о том, как формируется синтаксическая последовательность. Вот слово «синтаксическая» в кавычках, это условно синтаксическая, никакая она не синтаксическая, она может быть на любом уровне сформирована. И выглядит это формирование следующим образом. Опять рассмотрим картинку справа. На входе есть некоторая входная последовательность. Вообще говоря, в формуле есть еще и тильда сверху, чтобы показать, что это другая последовательность, чем те, которые были использованы при формировании словаря. Но она состоит из слов словаря, поскольку она принадлежит этому языку. Текст – это язык представлен в текстах. Язык как таковой – это идеальное понятие. А вот тексты – это то реальное, что порождает язык. Итак, а, допустим, стильдой, для общности. Хотя это может быть и одной из последовательностей, которые бы участвовали в формировании словаря «Б» с крышкой. В упомянутом многомерном пространстве «РН» есть этот самый сформированный заранее словарь «Б» с крышкой. Множество «Б» с крышкой. А преобразование «Ф» отображает эту входную последовательность в это многомерное пространство в виде траектории. Как вы думаете, что будет с этой траекторией там, в этом многомерном пространстве? Где уже есть фрагментики слов словаря. А эта траектория, эта последовательность «А», она включает в себя эти самые слова слов словаря «Б». Вот как вы думаете, что там будет происходить? Кто-нибудь напрягитесь? Когда я учился математике, у нас был один единственный на курс парень, который понимал анализ-3. Есть матанализ, а есть анализ-3. Это следующий уровень, очень непростая, так скажем, система. Вот он один единственный понимал. И даже когда его, там, лектор подумал, что он шутит над ним и сказал, а пример привести можете, а он взял и пример привел еще. То есть он действительно понимал этот предмет. Вот может кто-нибудь из вас осознает все, что я говорю? То есть в модели у него уже это представлено. Я не всегда и потом, после лекций, осознавал все, что там говорилось. Ну и хорошо. Собственно, анализ-3 не мой предмет. Мне больше дискретная математика нравилась. Собственно, ею я и пытаюсь и сейчас заниматься как-то. Так вот, смотрите, что происходит в этом многомерном пространстве. Представьте, там плавают в этом многомерном пространстве вот эти, но они не плавают, они там закреплены, каждый на своем месте. Вот эти слова словаря, фрагменты слов словаря, траекторий. Фрагменты траекторий тире слова словаря. А на вход подается входная последовательность, и она преобразуется в траекторию, которая в этом многомерном пространстве появляется. И вот поскольку она состоит из тех же самых слов словаря, она будет местами проходить по этим фрагментам. Они будут почти, а то и полностью совпадать. Понятно, да, почему? Ну, если словарь языка сформирован, слова языка есть там, то и траектория, состоящая из слов, то и траектория, соответствующая последовательности, состоящей из слов этого же языка, она рано или поздно будет проходить по словам, которые представлены в многомерном пространстве. И тогда очень простое правило. Мы формируем обратное преобразование f-1 ct, c в смысле формирования синтаксической последовательности, вот f-1 ct, которое работает следующим образом. Вот это c маленькое, это то, что на выходе. На входе а маленькое, а на выходе c маленькое. А маленькое принадлежит а большое, и c маленькое принадлежит c большое. А маленькое, а это а маленькое с крышкой, опять же. Ну, ладно, вы мне поверите, что а маленькое принадлежит а, поскольку а маленькое есть один член входной последовательности а, а c маленькое принадлежит c, поскольку тоже является членом вот этой самой последовательности c. Не сумбурно то, что я вам говорю, логика наблюдается. И тогда, если фрагмент, точка входной последовательности а с крышкой совпадает, вот здесь должно быть b маленькое с крышкой. Если а маленькая с тильдой с крышкой, принадлежащей вот этой а с тильдой, большое, точно соответствует b маленькой с крышкой, вот здесь ошибка, то на выход идут нули. То есть, как только траектория совпала с траекторией слова словаря, на выход идет ноль. А вот здесь, как только а маленькая с тильдой с крышкой не совпала с b маленькая с крышкой, на выход идет а маленькая с тильдой. То есть, c это все, что не b. Но с учетом вот этих вот переходных фрагментиков, даже если слова идут друг за другом, все равно между ними есть фрагменты траекторий, которые соответствуют связям. То есть, c не будет целиком из нулей, если во входной последовательности все слова, которые есть здесь. То есть, связи во входной последовательности возникают вне зависимости от того, есть там между словами какие-то вставки или нет между словами, если во входной последовательности между словами есть вставки или их нет. Но, чтобы словарь следующего уровня, мы сейчас об этом поговорим, был представительным, язык дополнительно формирует такие вставки. В этом случае корневые основы оказываются связанными между собой не напрямую в предложении, а через фликтивную структуру, через окончания и префиксы, которые увеличивают длину этих связок. Ну и тогда механизм понятен. Формула выглядит следующим образом. При наличии заранее сформированного словаря, вот формула слева вверху, B с крышкой в фигурных скобках, что означает многое. Преобразование F отображает входную последовательность A стильдой, вот здесь стильда, если помните, да, хотя может быть и просто A. В траекторию A с крышкой, A стильдой с крышкой, которая взаимодействует со словами словаря. Следующим образом, вот внизу этот образ записан, вот F цель, F минус первое, цель, это вот то, о чем я говорил. Если траектории совпадают, то на выход идет ноль, если траектории не совпадают, то на выход идет символ входной последовательности. И все. Вот так это самое ассоциативное преобразование формирует выходные последовательности или синтаксические последовательности. Казалось бы, ну и что? А вот что? А теперь мы рассмотрим два уровня такой структуры. Словари выстраиваются в иерархию, которая описана, если помните, в самом начале вот такой вот картинкой. Да? И в соответствии с этими уровнями формируются уровни словарей. А это значит, что структура не одноуровневая, а это значит, что множество синтаксических последовательностей, полученные на первом уровне, можно обработать на втором уровне точно таким же способом, как и на первом уровне с выявлением словаря теперь уже второго уровня. Вот эти синтаксические последовательности, отображенные в многомерное пространство преобразованием f, многомерное пространство r2, n2, формируют словарь второго уровня, d с крышкой, который, мы сейчас об этом поговорим, представляет собой связи этих самых слов во входных, этих самых слов первого уровня во входных последовательностях. Значит, вот эти формулы слева, они точно соответствуют тому, о чем мы говорили с вами раньше. Забегая вперед, а может быть, нужно было вставить именно здесь эти слайды, поговорим, что же происходит в таких иерархиях с тем, чтобы сформировать словари всех уровней. Нижний уровень нас не волнует. Что-то там происходит, и все. Вот на вход идут символы нули и единицы. На первом уровне формируется словарь фликтивных морфем, окончаний и префиксов, приставок. И заодно еще и предлогов тоже, потому что предлоги играют такую же роль, как и приставки, только не столь точно позиционируются в конкретных словах, в конкретных ситуациях. Они более вариативны, поэтому их выделили в отдельные единицы. В отдельные слова, независимые слова. Так вот, формируется словарь фликтивных морфем. Они повторяются чаще других последовательностей символов. И после того, как этот словарь сформирован, мы можем отфильтровать эти фликтивные морфемы из входных текстов. Что останется на выходе, когда мы убрали все фликтивные морфемы? Остались корневые основы. Голые корневые основы. И словарь этих корневых основ мы формируем на следующем уровне. И иерархии представлений. После того, когда словарь корневых основ оказался сформированным, мы вновь обрабатываем входные тексты с формированием синтаксических последовательностей Е. Что останется, если фильтровать корневые основы в текстах? Останутся фликтивные структуры. Но они у нас уже есть в словаре Б. Чтобы не работать зря и чтобы получить новую интересную информацию, мы должны расширить контекст. Если мы до сих пор рассматривали слова, то теперь мы рассматриваем сочетание слов. Есть такое понятие синтаксическая группа. Это пара слов, которых четыре. Из них я помню первые две. Я не лингвист, слава богу. Это именные синтаксические группы, это прилагательные и существительные, и глагольные синтаксические группы. Глаголы причастия. Бедный Джон убежал прочь. Бедный Джон, именная группа, убежал прочь. Это стандартный пример лингвистический этих двух именных групп и предложение из них состоящего. Убежал прочь, это глагол и причастие. И вместе именная и глагольная группа составляют предложение. Так вот, мы, обфильтровав корневые основы, оставили те же самые фликтивные вроде бы структуры. Но дальше мы рассматриваем сочетание этих фликтивных структур для именных, для синтаксических групп. Разные синтаксические группы представлены разными фликтивными структурами. Ну и там есть тоже вариативность. И мы формируем на следующем уровне словарь фликтивных структур, синтаксических групп. Мы назовем его, поскольку это относится к синтаксису языка, назовем это словарем синтаксем. Вот эти вот фликтивные структуры назовем синтаксических групп, назовем синтаксемами. И после того, как этот словарь, синтаксем, сформирован, обрабатывая тексты, мы получим синтаксические, в кавычках, последовательности, где вместо фликтивных структур купюры, а что остается там? А те же самые корневые основы. Но они уже не поодиночке, как в словаре Д, а попарно. И вот словарь попарной сочетаемости корневых основ, словарь семантического уровня, характеризует семантику языка, а следовательно, семантику мира, который этот язык описывает. И семантику квазиязыков, которые тоже описывают этот язык, этот мир, только в терминах других, помимо языковой модальности. Ну и осталось сделать один немудрящий шаг, который, тем не менее, тоже неявно следует из предмета. Семантика представлена парами корневых основ. Так в текстах попарно представляются объекты и события. Объекты и атрибуты. И вот это множество пар корневых основ интересны следующим. Ну, во-первых, они направленные пары от первого слова, от первой корневой основы ко второй корневой основе. А далее, поскольку они все пары корневых основ языка, то в этом множестве пар всегда можно найти, ну, почти всегда можно найти две пары, у которых у второй пары первое слово, а у первой пары второе слово одинаковые. И через это общее слово мы можем ко второй, к первой паре подсоединить конкатенации вторую пару в хвост. и получить цепочку из двух пар, из трех корневых основ. И так можно эту цепочку продолжать до тех пор, пока где-то последнее слово в последней паре не окажется первым словом какой-то из уже имеющихся пар. И эта цепочка таким образом зациклится. А еще можно заметить, что можно найти пары, у которых первое слово одинаковое, а вторые слова разные. это значит, что по этому первому слову цепочка начинает ветвиться и продолжается дальше в несколько цепочек, которые тоже могут зациклиться. И в результате мы получаем сеть. Сеть, поскольку пары корневых основ представляют семантический уровень знаний, сеть называется семантическая. А поскольку мы использовали только ассоциативный принцип, две корневые основы находятся рядом в тексте, так же, как события находятся рядом в реальном мире. Не обозначен тип связи. Вот эта семантическая сеть называется однородной или ассоциативной. Ее можно раскрасить типами связей, но это отдельный разговор. Нас интересует только вот такое представление. Итак, мы получили с вами хотя и хотя и виртуально мы получили множество словарей. они каждое слово каждого словаря сидит на своей полочке, ни с кем не разговаривает, то есть мы только виртуально их можем объединить в такую семантическую сеть. Но фактически они представляют собой некое единство модель мира в терминах конкретной М-той модальности. В данном случае текстовой модальности. Но это может быть и зрительная модальность, и может быть зрительная вербальная и зрительная невербальная, и слуховая вербальная, и слуховая невербальная, и все другие тоже. И объединение всех слов, вот оно, у чашка, символ называется чашка, объединяет, добавляет одни к другим. И разных уровней, и ежи. А вот есть кое-что еще здесь, кроме символа у, есть еще символ в. Только в вульгате эти два символа эквивалентны, я имею в виду в вульгарной латыни. а вообще говоря, они различаются, и по смыслу тоже в данном случае, по смыслу они отличаются вот чем. У это просто вот один словарь, а вот другой словарь, и вот они вместе. А В это включение слов словаря нижнего уровня в слова словаря верхнего уровня. Помните, синтаксическая последовательность, если ее заполнить словами словаря, превращается в полную последовательность. И вот эти дырки, корневые основы вставляются в аффлективную структуру. И получается слово. И вот это нахождение на своем месте по ассоциации обозначим символом В. И тогда вот эта совокупность это есть модель мира и амтаймодальности. А теперь если мы это убогая модель человека. Глаз, рука, ухо и артикуляторные органы. Две модальности сенсорные слух и зрение и две моторные управления кистью руки и управления ну управления манипулятором и управления выводом на экран монитора. А вот единичка это те самые иерархии словарей соответствующих модальностей. И тогда объединив чашка по м вот эти м большие с крышкой м модальности все словари всех модальностей мы получаем модель мира как она представлена в сознании человека. виртуальную модель мира. Ну и на этом можно было бы и остановиться если не иметь ввиду кое-чего. Сознание человека представлено в двух полушариях в левом и в правом доминантном и в субдоминантном. Чем отличается доминантное от субдоминантного если помните в доминантном представлены речевые функции а в субдоминантном их нет. А это значит что социум влияет на доминантное полушарие и не влияет на субдоминантное полушарие. Прямо влияет на доминантное и не влияет на субдоминантное. А это значит что модель мира доминантного полушария и субдоминантного полушария отличаются друг от друга. Почему? А потому что модель мира доминантного полушария формируется под воздействием социума. Она учитывает все знания социума, касающиеся конкретных предметов. Но эти знания представлены в учебниках или в монографиях, или в публикациях каких-нибудь, да, там, в статьях, и это значит, что конкретный предмет там представлен индивидуально уникально. Там нет возможности учесть множество реализаций. И получается схематическое представление. Вот это многоуровневое представление доминантного полушария оказывается схематическим. А в субдоминантном полушарии все по-другому. там, так скажем, социум не очень влияет. И мир сравнительно ограничен по этой причине. Но зато он очень разнообразен. Деревья это и елки, и липы, и карликовые березки, и пальмы. Но в силу вот этого многообразия вариативность столь велика, что в субдоминантном полушарии удается выявить иерархию только двух уровней. Где представлено целое и отдельные части. Вот дерево, и крона, и ствол, например. Ну и давайте на этом, наверное, мы закончим, потому что нет, вот еще пару слов я все-таки скажу. там есть переходный фрагментик к следующей лекции, но мы воспользуемся им в следующий раз. А вы мне напомните, что мы переходный фрагментик оставили на закуску. Таким образом в сознании человека формируется иерархия представлений, ну а точнее две иерархии представлений. Тут еще на закуску и на следующую лекцию. Одна из них иерархия анализирующая, где формируются словари вот таким вот образом разных модальностей. А другая иерархия синтезирующая, где нижний уровень это управление моторикой, например, артикуляторных органов. И эти две иерархии неравнозначны. Во-первых, механизм формирования словарей в первой иерархии мы с вами рассмотрели, он понятен. На вход поступает и вот вам, будьте любезны, вот вам словари появляются. А вот механизм формирования словарей второй иерархии вообще говоря, непонятен. На вход иерархии здесь нет вот на вход верхних, на верхний вход, на верхние входы иерархии что-то должно поступать, но оно будет поступать в том случае, если уже сформировано что-то наверху, а там еще ничего не сформировано. Вот как формируется первый уровень этой иерархии? это уровень управления моторикой. Он дергает конкретными мышцами, управляет, а почему там вот это вот содержание словаря, откуда он берется, что это такое? А вот очень интересно, есть такое второе следствие из первого закона Мерфи, с пола нельзя упасть. Что это значит? Вот ребенок, когда лежит на какой-то поверхности, он, конечно, дрыгает ручками-ножками, но он не может дрыгнуть ручкой ниже поверхности, на которой он лежит. И ножкой он не может туда, ну разве что он не Микулас Еленинович, да, в детстве. И может эту поверхность пронять, настолько он был мощным ребенком. То есть другими словами, вот этот словарь нижнего уровня формируется как сначала, как просто случайные события, возникающие под воздействием случайных явлений, которые превращаются вот в эти хаотические движения. Но эти хаотические движения учитывают ограничение, семантику, заметьте, ограничение внешнего мира. И поэтому, когда они объединяются, вот эти хаотические движения, они объединяются в некоторые, во-первых, осмысленные траектории, то есть вот это как бы для того, а это как бы для другого, но об этом потом речь пойдет. Но главное, что они учитывают вот эти ограничения внешнего мира. То есть таким образом траектории слов-словаря там формируются. Формируются, может быть, даже вид у них одинаковый получается, но формируются вот таким вот непростым механизмом. Там учитывается при формировании более верхних уровней подражение, подражание человек, как и животное, подражает себе подобным, да, и поэтому вы корчите рожи, поэтому обезьяны корчат рожи, допустим, да, подражая вам. Вот. Но что интересно, и мы сейчас на этом закончим. Вот эта моторная кора, вот эта правая часть иерархии, она оказывается неоднородной. Она где-то вот анализирующая кора, задняя кора, сенсорная кора, и моторная кора, передняя кора, они отделяются функционально гиппокампом, о котором мы будем говорить более детально позже. Что происходит? Все шаблоны ситуаций, которые формируются в гиппокампе, поименованные каким-то именем, тем или другим, неважно какой модальности, дальше, значит, превращаются в цепочки ситуаций, которые поименованы вот этими последовательностями имен, и эти цепочки ситуаций формируют представление верхних уровней. то есть вот казалось бы одинаковые структуры, там и там механизмы одни и те же, а информация совершенно разная. И вот передняя кора, которая формирует целенаправленное, которая опосредует целенаправленное поведение, манипулирует теперь уже представлениями более сложных уровней. А нижний уровень, собственно, моторная кора, ну, что есть там, то и есть. На этом мы с вами закончили. Спасибо за внимание. Попробуйте задать вопросы. Не слышу дружных криков радости. Вопросы вы мне задавать не хотите. Я ничего не понял. Кто-нибудь меня слышит? Слышу. Слышите. Вопросы задавать не хотите. Вот как жаль, что я не могу вам задать в свою очередь вопросы. ладно. Так, Дим, а где теперь нужно включить, что нужно нажать, чтобы выключить запись? Дима меня не слышит. Вообще хорошо, хоть один человек меня слышит. Спасибо. Вам нужно нажать на присоединиться. а вот так вот да? Да, и тут где-то выключать. Где-то вот здесь, наверное, вы правы абсолютно. Спасибо вам большое. Значит, то, что вы меня слышите, это замечательно. выключить. Спасибо.